Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». У микрофона Мария Кожевникова. Здравствуйте. 540 миллионов получит Киров на реконструкцию парка у цирка. Об этом рассказал в Рио губернатор Александр Соколов на еженедельном совещании в правительстве. Договоренности о выделении денег удалось достичь во время встречи в Рио с председателем правительства России Михаилом Мишунстиным на Всероссийском форуме «Среда для жизни». Детали финансирования и реализации проекта будут обсуждаться с зампредом правительства России Дмитрием Чернышенко, приезд которого запланирован в наш город на ближайшее время. Проект реконструкции парка уже готов. Сейчас, отмечают в правительстве, его просто нужно будет скорректировать под сумму, которую выделят. Ранее, напомню, сообщалось, что проектам предусмотрены работы на 600 миллионов рублей. Также известно, что первый их этап проведут уже в этом году. Объявлен поиск подрядчикам. Цена контракта более 85 миллионов рублей. Экономика В Кирове расширят производство оборудования, которое раньше закупалось в Европе, речь о специальных компрессорах для газозаправочных станций. Раньше такое оборудование в России было только импортным из Италии и Аргентины. Но в июне этого года кировский завод «Маяк» запустил его опытное производство на своих мощностях. Эксперимент удался. А недавно предприятию был одобрен льготный заем по федерально-региональной программе, комплектующей изделия. Завод сможет получить 100 миллионов рублей на расширение производства. С помощью займа «Маяк» намерен перейти к серийному производству мощностью 120 изделий в год, рассказали в областном правительстве. В ходе реализации проекта будут созданы 22 новых рабочих места. Кировский завод планирует заменить до 30% импорта. Потребителями продукции выступают Роснефть, Газпром, газомоторное топливо и Новотек. В эфире «Экономика». Яндекс.Такси повышает тарифы в Кирове и увеличивает стоимость поездок с 23 августа. Об этом со ссылкой на прислужбу сервиса «Такси» сообщает портал «Источник онлайн». Отмечается, что резкого роста на услуги «Такси» не будет. К примеру, поездка на тарифе «Эконом» с маршрутом в 5 километров и длительностью 11 минут сейчас стоит 103 рубля. А после поднятия цен ее стоимость дойдет до 107,5. В компании надеются, что поднятие цен поможет им расширить штат таксистов, так как сейчас из-за их нехватки часто при заказе такси у кировчан срабатывает повышающие коэффициенты. И в завершении выпуска в танкорсах валют. Доллар сегодня 59,74 рубля. Евро стоит меньше доллара 59,53 рубля. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова